ассоциация грибы и грибники калининградской области представляет доброе утро друзья вы как поняли вы на канале грибной ванны согласитесь ведь она добрая когда она начинается вот с таких полян и так мы начинаем дальше будет интересней оставайтесь на нашем канале ешь такой по лесу идут 1 бамс вот она моя радость вот он смотрите дорожки же согласитесь красивой вот так чистенький чистенький здоровский грибок ну для июля месяца удивительно в нашем регионе нет подосиновик это все-таки здоровский гриб идешь 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 они вот такие стоят солдатики вот такие четкие вот такие обалденские ух зачет зачет кто молодец я молодец утреннее солнце еще бликует но как можно пройти вот мимо вот таких вот красавцев вот такие вот такие вот такие вот такие вот блин но им говорит так ножка уже мягко и поэтому особо заморачиваться не буду чуть-чуть нет я его даже резать не слегка порежу возьму и этот возьму согласитесь здорово дорожское начало нашего выезда дорожские грибы и тут же слегка переросшие ну это лисички вот такие здоровски и вот такая кучка славная начало дня славно начало сбора отголоски восточной пруссии один из квартальных столбов интересно что тут написано вот что не ожидал увидеть в это время так это вот этот вот симпатичный черный грибок видите какой красавец ребята это шишка гриб хлоп и ножковый очень интересный гриб занесен в красную книгу вот с таким вот интересным геминофором собственно он условно съедобный конечно но будем говорить так ну никакой он ну вот такой вот красавец аля негру какой-то какой-то интересный гриб вот такой а вот смотрите еще что-то посмотрел а вот это вот загадочный грибок я не помню научное название но у него есть такое симпатичное название пальцы мертвеца вот такой согласитесь прикольно рядом ребята показатель того что скоро будет осенний гриб видите зацвела земля вот тут вот будут какие-то грибочки здорово значит скоро будет осенний сбор свернул чуть-чуть с маршрута и завернул ельник ельник встречает вот такой штучкой посмотрите какой беленький красавица вот такой вот так что беленькие они идут лисички уже вполне зрелые вполне здоровские кстати к вопросу лисичек если вы следите за жизнью и нашего грибного бандформирования как-то рассказывали про полезные свойства лисичек так вот одно из свойств у нее еще есть она абсорбирует себя радионуэкулеиды и вывозит выводит из вера из организма кстати самый лисички самый низкий процент усвояемости ну а фактически не усваивается организмом то бишь то что вы скушали извините то и отнесете в туалет но тем не менее спектр ее полезных действий поверьте очень очень большой и и в это время года ну довольно таки много она вот такими кучками и сторону если посмотреть кучки все продолжается и продолжается вообще здоровский гриб а рядом вот такой зачетный беленький стоит красавица какой-то как закопался дружок я его обломил я его обломил но судя по упругой ножки он здоровски четкий и чуть-чуть покромсаем ну да вот такой здоровский вот какой красавец смотрите как четкий какой четкий подосиновик мы его сейчас посмотрим чистенький клевый подосиновичек а все так хорошо начиналось дождик стал моросить затянул чуть-чуть и тут получилось так что наткнулся вот на такого партизана господа немцы бы сказали даст из фантастиш вот он даже блин он отолмался даже не шевелится но настолько твердый четкий вот такой грибочек вот и скажите потом белых нет ребят смотрите какая красавица ползет виноградная улитка знайте что с нее можно сделать собираете их дня на 2 в муку это простой вариант в листья например шпинатов каких-нибудь салатов если ее поместить два дня надо чтобы она очистила желудок после этого берете на пять минут ее в кипяток бросайте в кипяток она отваривается вытаскиваете и остужаете выковыриваете из панциря вот рожки выпускает выковыриваете ее из панциря отделяете желудок вот этот от этой ножки по которой он видите усики спрятала опять отделяете желудок и саму раковину помещаете соус чесночный какой хотите вариантов соуса там я не знаю сливочный какой хотите помещаете в раковину потом оставшуюся от этой улитки вот подошву вот эту ножку на которой она 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 ползает туда же сверху заливаете опять же соусом второй слой второй слой и на 20 минут в духовочку ребята в европе это стоит 25 евро 5 штучек еще не в каждом кафе это возьмете так что это вкусно поверьте вот и есть сейчас виноградной улитки массово нету но вообще в планах снять про нее отдельное видео обалденное вот такой вот ребята все вкусняшки у нас под ногами 15 минут дождика и опять выглянуло солнце и мы продолжаем собирать грибочки вот что-то я вот тут вот такое интересное увидал что это у нас такое это белячок ножка у него тут вот чуть-чуть съедена враги все сделать но он видите какой здоровский грибные дождики это классно отошел наверное ну метров 10 вот тут тоже стоит беленький ножка съедена враги кушают конечно но он хоть у него денис ты он целый согласитесь со мной хоть и сыроежка но вот такая красивая все равно гриб все равно довольно таки вкусный гриб вот такая маленькая чуть-чуть не говорится сыроежка мостик себе устроили жизнь кипит ребята ведро я почти полностью нарезал вот с учетом того что ведро наше знаменитое ведро оно 12 литров ну литров 8 я набрал и наверное на этом будем буду заканчивать потому что нам еще идти до края некоторое расстояние где-то метров 800 думаю по дороге еще соберем надо куда-то грибы скил складывать ребята где-то где-то рядом идут сейчас уточним у них как дела ребята как у вас дела хорошо идем собираем примерно пол ведра собрали ну блин видите как как видите у всех все хорошо на этом наверное мы будем заканчивать наш вы сегодня спасибо вам за то что вы следите за жизнь нашей банды спасибо за то что путешествуете вместе с нами в наших калининградских лесах подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы самое классное то что уже появилась обратная связь вот это вот очень очень нравится адрес электронной почты есть в соцсетях нас можно просто найти гриб 39 всем спасибо за просмотр ребята всем до свидания мира и добра вашему дому